Приветствуем зрителям моего канала. Это канал СнайперПро. С вами Егерь. И сегодня я хотел бы провести разговор, небольшое информационное видео о том, какой литературой лично я пользуюсь для того, чтобы не только практически, но и теоретически изучать искусство снайпера, понимать и разбираться в подвидах снайперских винтовок, различных модификаций их, также знать их тактико-технические характеристики. Понятное дело, что в страйкболе отличается эта вся информация от реальных боевых единиц. Для того, чтобы понимать производителя той или иной модели, того или иного привода, страну-производитель, понимать его, скажем так, значимость и уважение проявлять к тому или иному приводу большее, а к другому меньшее, стоит знать это всё. По поводу маскировки, по поводу того, как вести себя на поле, по поводу того, как остаться живым за всю свою практику снайперскую, тоже требуется очень много теоретических знаний. И понятное дело, что без книг, без каких-то изданий, которые должен снайпер прочитать, изучить, посмотреть, этого не сможет случиться. Ну, сегодня есть у меня с собой две книги, я хотел бы про них быстро рассказать. Никаким образом я не собираюсь распространять ссылки на скачку этих книг. Пожалуйста, покупайте книги в самом книжном магазине, в свободной продаже. Почему? Почему не электронной версии? Книга – это способ хранения информации, переносной способ хранения информации, который не требует зарядки, который не требует каких-то дополнительных аксессуаров для того, чтобы её сохранить. Ну, правда, вы можете её обернуть во что-то, чтобы её не разрушить, не испортить. Итак, разговор пройдёт о двух книгах сегодня. Это первая книга «Искусство снайпера», которую я приобрёл давно, ещё когда интересовался просто теорией, не применял эту практику в игре в страйкбол. Вот здесь есть информация немножко о том, что это за пособие. Говорится о том, что здесь обобщён опыт реальной работы снайперов в различных условиях. Ну и также расписаны материальные части, и сами винтовки, и пристрел, и так дальше. Ну, книга довольно-таки интересная, иллюстрированная. Очень много информации, много информации по прицелам, много информации по маскировке, по боеприпасам, которые используются с данным, с теми или иными снайперскими винтовками. Также есть различные, вы видите, таблицы, которые помогают сориентироваться на углы поправки, на углы поправки к цели, на углы поправки на ветер, и так дальше. То есть, очень-очень много. Практические рекомендации по камуфляжу, по обустройству снайперских позиций. Книга очень-очень интересная, позволяет хорошо повысить свой опыт теоретический, который в результате вы можете применить в практический опыт. Читал я эту всю книгу несколько раз, даже, скажу честно, прочёл её. Здесь расписаны различные виды, скажем так, камуфляжного присутствия в той или иной зоне, и как наблюдатели, и как снайпер активный, боеприпасы расписаны, расписаны события, даже приведены в этой книге сценарии особые, как работает снайпер в той или иной ситуации, то есть, именно расписана сама ситуация. Очень интересно, издательская группа Grand Fire, называется серия этих книг «Спецназ». Ну, я там небольшой любитель всех этих книг, ну, скажу сразу, что меня заинтересовала именно узкая специализация данной книги, она называется «Чётко искусство снайпера». Вы видите обложку, можете поискать в интернете, я не против, я вам рекомендую всё же приобрести книгу. Покупайте, находите, автор молодец, создал прекрасный экземпляр теоретического материала, который стоит прочитать, обработать тем, кто интересуется снайпингом, скрытым присутствием наблюдателем. Можно взять как пособие даже для каких-то теоретических занятий. Это первое. Вторая книга, книга под издательством Ян Хога, авторства Ян Хога, называется «Снайперские винтовки, 50 моделей». Здесь в этой книге расписываются все снайперские винтовки в мире, которые были произведены и созданы до 2000 года. Очень много моделей, всемирная, скажем так, энциклопедия. Здесь есть исторические факты, и потом уже дальше, после исторических фактов, начинают приводиться, согласно каждой страны, в алфавитном порядке, какие страна разработала снайперские винтовки, какое оружие снайперское для точной стрельбы. Есть Австрия, начиная из Австрии, потом есть Финляндия, что-то Бельгия, между ними Финляндия затесалась, хотя F вообще где-то у нас почти. Франция, вот тоже есть, скорее всего, не в алфавитном порядке это все сделано, а в порядке какой хочу. Ну, не в том смысле. Здесь есть очень много модификаций, тактико-технические характеристики. Очень хорошо скомпонована эта книжка. Формат небольшой, помещается в кармане ваших брюк, на бедренном кармане ваших штанов военных. Очень нужно для тех, кто хочет иметь с собой что-то интересненькое, почитать. Понятное дело, что это имеет вес какой-то дополнительный. Если одну книжку с собой носить, это ничего страшного. Конечно, если вы хотите носить библиотеку, то вам придется скачивать электронные варианты для планшета и смотреть это все на планшете. Но, как я и говорю, по каждой стране расписаны модели модификаций снайперских винтовок, крупнокалиберных, малокалиберных, различных модификаций, модификаций бесшумных, российские винторезы, южноафриканские, венгерские, сербские. Все винтовки в мире, которые известны, они здесь присутствуют. Очень помогает ориентироваться в типах оружия, ориентироваться в том, какой привод себе купить, ориентироваться в том, какая популярность той или иной модели. Рекомендую всем, приобретайте книжечку такую для себя. Обязательно посмотрите на издание, потому что, я так думаю, сейчас уже в 2016 году есть, 100% есть редакционное издание этой книги, измененные, может быть что-то добавлено. 144 страницы в ней, два интересных экземпляра, я еще буду проводить больше обзоров различных книг, которые будут попадаться мне в руки, может быть электронных вариантов, может быть простых вариантов бумажных. Ну все же, вот эти две книжки, спасибо, что посмотрели. Покупайте, просвещайтесь, изучайте теорию, применяйте на практике. И пока-пока, с вами был Егерь и канал СнайперПро. Подписывайтесь на мой канал и увидимся.